Каждый год в образовательных учреждениях города проходит День самоуправления. В школах и колледжах в это время царит особенная атмосфера. Вся власть переходит в руки учеников. Но вместе с внезапным чувством свободы приходит другое чувство ответственности. Наша съемочная группа побывала в Конаковском колледже, чтобы посмотреть, как студенты справляются со своими новыми обязанностями. Уже который год подряд Конаковский колледж отмечает День солидарности студентов. А чтобы торжество запомнилось надолго, все руководящие должности учебного заведения занимают студенты. В первую очередь День самоуправления – это праздник для учащихся, который они ждут с нетерпением. А также радость для преподавателей за своих воспитанников. Будучи самостоятельными взрослыми людьми, они сами способны организовать учебный процесс и поддерживать порядок. Когда мы устраиваем вот такого плана праздник для студентов, вот здесь мы преследуем такую, знаете, многогранную воспитательную цель. В каком плане? Во-первых, показать нашим студентам, насколько труд учителя серьезный, сложный, далеко не легкий, но благородный. Значит, какую еще цель преследуем? Мы смотрим на наших студентов, насколько они могут сплотить возле себя их однокурсников, как они могут довести до них материал. Несмотря на праздничную атмосферу, все пары проходят по обычному расписанию. В течение двух недель преподаватели вместе со студентами готовились к этому необыкновенному дню, составляли план занятий, отбирали наиболее способных учеников на должность учителей, а также голосовали за кандидатуры на должность директора колледжа. В ходе голосования с небольшим перевесом победил Владислав Кузнецов, который представил наиболее успешную предвыборную программу. У меня была удачная предвыборная кампания, я и плакат сделал, и в интернете попросил, чтобы за меня проголосовали, как бы друзья, знакомые, вот, ну и вообще просто в колледже, как бы, ну так, меня любят, поэтому за меня проголосовали. Соперница Владислава, Алена Прасола, заняла ответственный пост заместителя директора. На этой должности ей пришлось решить немало задач. Я ходила по кабинетам, смотрела за порядком, как себя ведут студенты, но студенты справляются с этим отлично, так что все в порядке. Стоит отметить, что скучать в этот день не пришлось никому. День самоуправления удался на славу. На переменах новоиспеченная администрация устраивала для студентов конкурсы, викторины и спортивные соревнования, а для проголодавшихся ребят работал кафе с кустными пончиками и блинами собственного производства. В завершении учебного дня студенты были построены на торжественную линейку, на которой первокурсникам вручили зачатные книжки. В России Международный день студентов не особенно известен и широко не отмечается. Массовые мероприятия в честь учащихся вузов, техникумов проходят 25 января, в День студента или Татьянин день. Однако те, кто знаком с этой датой, исправляют свой праздник два раза в год. Наша съемочная группа в одном из учебных заведений города провела опрос, знают ли ребята, что у них сегодня праздник и как его будут отмечать. Оказалось, что в Конаковском колледже этот праздник знают и отмечают третий год подряд весело и массово. В этот день в учебном заведении все празднично и необычно. Студенты веселятся и шумят, а преподаватели не делают им замечаний. На переменах звучит музыка и настроение у студентов замечательное. День самоуправления мне очень понравилось. Все понравилось, учителя были хорошие, хорошо подготовились. Мне очень понравилось день самоуправления. В нем именно понравилось, что учителя относились хорошо. День самоуправления мне понравился, так как можно было пообщаться с учениками, попробовать себя в роли учителя, добавить побольше таких дней в году, чтобы ученики могли расслабиться от учения. Мне понравилось то, что все учителя более внимательны к детям и весело. День самоуправления, естественно, понравился. Узнали много нового, узнали третий курсников, второкурсников, которые вели у нас уроки. Добавить даже не знаю, что можно, потому что и так все прекрасно. В принципе, и буфет был, и музыка была, и уроки были хорошо проведены. В общем, все прекрасно. Мне очень понравилось попробовать себя в роли преподавателя. Это очень интересно, сложно. В какой-то части я даже поняла учителей, насколько им тяжело. Поэтому попробую в оставшиеся несколько месяцев вести себя более как-то подобающе, чтобы им было легче. Очень понравилось. Поняла тоже нагрузку учителей, что это нелегко, когда все кричат. И хотелось бы в следующем году тоже поучаствовать в этом. Наши корреспонденты тоже окунулись с головой в студенческую жизнь. Поучаствовали в праздновании Международного дня студента, попробовали блины, которые напекли будущие повара и кондитеры. И, конечно, вспомнили и поностальгировали по тем временам, когда мы сами были студентами. Продолжение следует...